кроме того сейчас создаются системы особенно это касается пластиковых кобур очень большое развитие получила производство пластика создаются системы с помощью специальных фиксаций специальных насадок то есть эта насадка для ношения кобуры на поясе как мы видим ремень продевается здесь и кобура носится на пояс можно еще отрегулировать угол наклона пистолета относительно ремня но кроме того этот насадка меняется и эта кобура одевается на специальную набедренную систему и служит уже тактической набедренной кобурой кроме того многие производители как например blackhawk создают системы которая позволяет использовать саму кобру как плечевую кобуру то есть есть специальные насадки специальные плечевые системы с помощью замены крепления эта кобура может быть превращена и плечевую кобуру подмышечную кобуру кому-то это нравится кому-то не нравится по крайней мере у клиентов покупателя пользователя всегда есть хороший выбор и он может им воспользоваться в зависимости от своих предпочтений очень широко распространен сейчас способ ношения особенно в горячих точках ношение краткоствольного оружия поверх бронежилетов это также делается с помощью пластиковых либо синтетических кобур на систему моля то есть зачастую пистолет носится с левой стороны с правой стороны под различными углами наклона это тоже такая большая тенденция сегодня которая благодаря ведущим производителям доступна пользователям даже не в зависимости от личного пожелания даже в зависимости от определенной операции которая предстоит человек может компоновать свое снаряжение таким образом как которая ему будет удобно в данном случае и следующий раз эту кобуру переставлять на пояс либо на бедро опять же как ему будет удобно на что еще нужно обратить внимание при выборе тактической кобуры как правило кобура должна быть изготовлена из высококачественного синтетического материала не просто синтетического материала высококачественного то есть это должен быть нейлон для профессионалов наверно ни в коем случае не полиэстер потому что полиэстер выдерживают в сотни раз меньше циклов то есть он гораздо меньше служит нежели нейлон или кордура высококачественная и это должна быть кобура конкретно под ваш пистолет почему потому что набедренная кобура находится низко во время бега во время передвижения оружие проходит большую амплитуду естественно что если кобура не будет четко подходить под ваш пистолет то никакой фиксатор не выдержит той нагрузки которые приходятся на пистолет и кобуру и пистолет просто может вылить то есть кобура должна соответствовать марке пистолет и быть из высокопрочного материала либо фирменного пластика то есть это не может быть игрушечная страйкбольная кобура которую вы используете в военных целях это должна быть кобура военной спецификации пластик из которого она сделала должен иметь военную спецификацию ни в коем случае не для игр также кобура должна иметь застежку которая регулируется под пистолет как правило все застежки имеет регулируемую длину то есть вставляя пистолет впоследствии вы регулируете длину фиксатора таким образом чтобы фиксатор сидел в натяжку над курком не над рукояткой она от курку это жестко зафиксируют пистолет не позволит ему выпасть то же время чем сильнее натяжка фиксационной ленты и фиксация тем быстрее вы извлечете оружие то есть резким ударом на защелку открываете извлекаете оружие есть также другие способы фиксации они в основном используются пластиковых кобрах то есть как мы видим здесь имеется специальный фиксатор вот он находится пластиковые кобуры как правило не имеет верхней фиксационной ленты либо она сдвигается вперед ударом пальца либо этот фиксатор фиксирует пистолет за защитную скобу и чтобы открыть эти защежки располагаются в удобном месте то есть когда вы ложите руку на лечение пистолет и вы естественно большим пальцем нажимаете фиксатор и оружие извлекается любом другом случае пистолет извлечь с кобуры невозможно то есть фиксатор очень жестко зажимает оружие но это делается при одном условии что модель кобуры она производится под определенный пистолет и только под этот пистолет надо пану покупать кобуры никак иначе То есть нельзя купить кобру под глок и заставить ее работать на пистолете Кольт, потому что абсолютно разные объемы, разные габариты оружия, то сделать это практически с пластиковой кобурой невозможно. Кобурой невозможно. Для обычных патрульных полицейских это комфортнее, удобнее, ну и правильнее, скажем.